Оренбургский спорт Турнир по волейболу, посвященный памяти первого председателя Законодательного собрания области Валерия Григорьева, прошел в Оренбурге. В соревнованиях приняли участие парни и девушки 95-го года рождения и моложе. Всего на старт вышли 9 мужских и 10 женских команд со всей области. Тема продолжит наш видеоматериал. Первый председатель Законодательного собрания области Валерий Григорьев ушел из жизни более 10 лет назад. Валерий Николаевич многое сделал для развития нашего региона. Особенно в непростых 90-х во время становления современного парламентаризма. Турнир памяти Валерия Григорьева традиционно собирает команды волейболистов из городов и районов Оренбуржья. Он сам человек, который любил волейбол. Это один из видов спорта, которым он когда-то занимался. Но вообще, конечно, он стал уже как бы сам турнир символом продвижения молодых ребят в спорт. Возраст участников соревнований не старше 18 лет. У волейболистов уже достаточный опыт за плечами. Детскими эти команды не назовешь, но и до взрослых им пока далековато. Потому турнир в каком-то смысле можно назвать переходным. Участники нынешних состязаний имеют все шансы быть замеченными ведущими тренерами области. А там, кто знает, может и в состав команды мастеров попасть удастся. Если в волейболе не классическом, так и в пляжном. Есть договоренность с Министерством физико-культуры, спорта и туризма Оренбургской области по пляжному волейболу. Олимпийский вид спорта, два человека участвуют. Мы сегодня могли бы с помощью и сегодняшних соревнований посмотреть на тех молодых людей, которые мы могли бы сегодня начать тренировки, подготовку к олимпийским соревнованиям на перспективу. Было бы, как говорится, желание. А с этим у подающих надежды волейболистов дефицита нет. Чем нравится волейбол? Не знаю. Ну, как-то сердце, знаете, лежит к нему. Зрелищность. Да и у меня родственники все играют, поэтому как бы я затянулся в это. Команда Оренбурга – чемпион прошлого турнира. В этом году свой путь к золотым медалям парни начинают с поединка с непростым соперником. Сборная Грачевского района – бронзовый призер 2012-го. Но фавориты отдавать пальму первенства не намерены. К своему участию в турнире они подошли ответственно. Готовились к турниру усиленно. Кто мог, тренировался два раза в день даже по некоторым дням. Кто учился у нас, тренировались каждый день просто. По выходным играли товарищеские турниры, играли турниры по городу. Всего за награды турнира памяти первого председателя законодательного собрания области Валерия Григорьева сражались около 200 волейболистов из 17 городов и районов региона. В итоге среди юношей сильнейшими стали оренбуржцы. На втором месте команда Бугу Руслана – бронза у новосергиевцев. Среди девушек лучшими также стали представительницы областного центра, обыгравшие в финале бузулучанок. На третьем месте – волейболистки Сулетского района. Футболисты оренбургского газовика открыли весеннюю серию игр «Первенство России» в сезоне 2012-2013. На своем поле наши земляки принимали «Спартак» из Ёж-Королы – команду, которая находится в подвале турнирной таблицы зоны Урал-Поволжья 2-го дивизиона. Между тем, оренбуржцы уверенно ее возглавляют. Чем завершился первый в этом году матч газовика, узнаете из нашего сюжета. «Газовик! Газовик!» Последний домашний матч газовик проводил в октябре. Полгода оренбургские болельщики томились в ожидании новых футбольных баталий. А потому возобновление игр «Первенства России», теперь уже весенних, встретили практически ажиотажем. Поединок газовика и «Спартака» проходит при полных трибунах. Оренбуржцев с футболистами Ёж-Королы судьба сводила не единожды. Семь встреч в рамках «Первенства России» и во всех семи победу праздновал газовик. В нынешнем матче оренбуржцы тоже владеют ситуацией, показывая, кто на поле хозяин. И хотя в начале тайма обе команды демонстрируют несколько вялую и скованную игру, видимо, сказался долгий перерыв, позже «Газовик» идет в наступление. Атаки ворот «Спартака» следуют одна за другой. Борьба разворачивается исключительно на той стороне поля. Между тем, голкипер «Газовика», кажется, даже успевает заскучать. Острых ощущений ждут трибуны. Больше половины тайма позади, а гол так и не случился. На 39-й минуте ожидания наконец-то оправдываются. Благодаря удачным действиям Николая Иваникова счет открыт. 1-0 в пользу «Газовика». Оказывается, нужно было только начать. Во втором тайме дела у «Газовика» идут как по маслу. А вот у «Спартака» напротив, мало что получается. Еще один повод для радости у оренбуржцев появляется на 55-й минуте матча. Второй красивый гол. На этот раз в исполнении Никиты Саталкина. А уже спустя 4 минуты эстафету подхватывает седьмой номер «Газовика» – Камалудин Ахмедов. Счет становится 3-0 в пользу оренбуржцев. Лишь только под занавес матча в дополнительное время футболисты Йошкаралы забивают гол «Престижа». Но от поражения он их не спасает. «Пытались сыграть мы от обороны. К сожалению, не получилось. Допустили много ошибок. Мы не так сыграли в атаке. Хотя планировали сыграть на контратаках. Не получилось. Есть, конечно, причины этого. Но мы будем эти причины сами устранять». Первая игра в году победная. А значит, «Газовик» можно поздравить с почином. «В целом соперник такого уровня, что позволял нам все делать. И, можно сказать, даже на сборах у нас не было соперника такого уровня. На мой взгляд, мы нагло сильнее. Но после того, как забили третий гол, это и расхолаживает футболиста. Мы стали играть вальяжно, стали играть каждый сам за себя. И из-за этого в целом концовка была смазана. Я не говорю про гол, это какая-то случайность. Я говорю в целом про концовку. Мастеровитые команды должны такие игры доводить до конца. То есть контролировать мяч, создавать моменты и забивать голы. А у нас этого не получилось». Три дня спустя еще один триумф «Газовика» на родном поле. Со счетом 3-2 оренбуржцы празднуют победу над гостями из Казани. Командой «Рубин-2». Ближайшие игры «Газовик» проведет на выезде. Следующий домашний матч – 6 мая против Тольятинской академии. «Стар-2013». Фестиваль спортивного мастерства детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья впервые прошел в областном центре. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из Оренбурга, Орска и Бузулука. Сильнейших определяли в нескольких видах программы. Подробности далее. «Стар-2013». «Просто пресс качаю, бегаю, чтобы спортивными быть. Не надо же просто так дома сидеть постоянно. Я ищу, что мы должны победить. Благодаря чему? Ну, потому что мы дружные». Команда специальной коррекционной школы номер 13 города Оренбурга действительно в этом конкурсе побеждает. Но вот займут ли ребята первое место в общем зачете, пока не ясно. Соревнования продолжаются. Пока в аудитории Института физкультуры ОГПУ проходит конкурс интеллектуалов, на паркете Манежа состязания по аэробике. Не случайно первый спортивный фестиваль среди детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья проходит именно здесь. В Оренбургском педуниверситете уже пять лет действует кафедра адаптивной физической культуры. Набор студентов на оба отделения, очное и заочное, продолжается и по сей день. В этом году на базе кафедры был открыт научно-практический центр адаптивного спорта и физической реабилитации. Именно по его инициативе, поддержанной областным спортивным ведомством, проходит нынешний фестиваль. Идея возникла у нас уже давно, то есть это одно из направлений спорта людей с ограниченными возможностями. Не хочется так говорить, потому что это дети, которые с особыми возможностями больше всего, конечно. Это будет ежегодным теперь фестивалем для детей-школьников, коррекционных школ первого-восьмого вида. В этом году участвует у нас девять команд. С каждым годом мы будем расширять программу, будет расширяться у нас количество участников. Почему-то раньше 15 коррекционных школ общообразовательной системы были вне вот таких вот мероприятий. Поэтому мы назвали не случайно его, этот фестиваль спорта для таких учебных заведений, как «Старт». То есть всем доступность занятий физической культуры и спорта мы этим демонстрируем. И обязательно вовлечение в мир спорта и физкультуры таких детей, которые на сегодня имеют некоторое отклонение от здоровья. И вот наша задача как раз через физическую культуру и спорт – это здоровье поправить. Участникам фестиваля «Старт» есть на кого равняться. К примеру, они многому могут научиться у легкоатлета Ильи Невмарина. Проблемы со здоровьем не помешали парню стать чемпионом России и выполнить норматив мастера спорта международного класса в прыжках в длину. «Вообще начиналось все с плавания. Восемь лет на плавании занимался. Затем решил пойти на боевые искусства. Четыре года занимался на карате. А после как-то предложили пойти на легкую атлетику. Но я подумал, почему бы и нет. Потому что если проблемы с ногами, их нужно развивать, а спорт в этом помогает. Поэтому я решил пойти сюда. И на первых же соревнованиях выполнил на мотив кандидата в мастера спорта. И решил идти дальше». Поздравить участников с их первым фестивалем пришли паралимпийцы Оренбуржья, известные далеко за пределами нашего региона. Среди почетных гостей 14-ти кратный чемпион России, участник чемпионатов мира и паралимпийских игр Валерий Рыжков, а также следж-хоккеист, руководитель Оренбургского клуба «Ястребы» Михаил Чекмарев. Спортсмены сходятся во мнении, подобные соревнования ребятам необходимы. «Чтобы дети понимали, что нужно ставить определенные цели, задачи, и если будешь работать и добиваться этих целей, то все получится, все будет здорово, все будет прекрасно». «Спорт все-таки их развивает, и они вместе собираются, ищут новых друзей. А чем больше новых друзей, чем легче заниматься им будет спортом и преодолевать жизненные недуги». Награждение участников фестиваля проходит в нескольких номинациях – «Самая художественная», «Самая техничная команда», «Приз зрительских симпатий» и многие другие. Что касается общего зачета, то здесь тройку лучших замыкают воспитанники Оренбургской школы-интерната номер два. Серебряные медали вручаются команде первой школы Бузулука. Ну а самые спортивные, как выясняется, мальчишки и девчонки из специальной коррекционной школы номер один областного центра. Именно они – первые чемпионы фестиваля «Старт». Волейболисты Оренбургского «Нефтяника» провели игры предпоследнего 21-го тура Чемпионата России по волейболу Высшей Лиге А. На домашнем паркете наша команда встречалась с лидером турнирной таблицы – «Енисеем» из Красноярска. Что из этого вышло, расскажем прямо сейчас. Первое место в турнирной таблице «Нефтяник», увы, занимал недолго. К моменту встречи с красноярским «Енисеем» наша команда находилась на пятой позиции. В то время как гости занимали вторую, начало противостояния выдалось непростым. В первом матче домашнего тура «Нефтяник» уступил – 1-3. Во второй встрече трибуны жаждали реванша. И уже в стартовой партии ожидания болельщиков оправдались. За счетом 25-23 победу праздновали хозяева площадки. Во втором отрезке ситуация, однако, сложилась для нашей команды не лучшим образом. С результатом 19-25 оренбуржцы уступили красноярским волейболистам. Напряженная борьба за каждый мяч. В третьей партии игроки обеих команд бились самоотверженно. Но в концовке победу все же вырвал «Нефтяник» 27-25. Для триумфа в этой встрече оренбуржцам достаточно было взять еще одну партию. В то время как хозяева площадки пытались обыграть соперника технически и тактически, болельщики воздействовали морально. В четвертом сете игроки «Нефтяника» блестяще справились с задачей и не оставили своим оппонентам никаких шансов 25-22. Итог матча 3-1 в пользу оренбуржцев. Реванш за вчерашнее поражение взят. Последняя домашняя игра сезона волейболистам «Нефтяника» удалась на славу, несмотря на усталость. Конец сезона. Очень важные игры. Когда такие важные игры, вы помните, здесь «Зенит» играл, когда на полуфинале кубка вообще подать не могли. То есть, когда идет максимальная мотивация, люди же хотят, они не из-за того проигрыша им все равно. Они настолько хотят лучше сделать, что вот вы видели, строил сегодня, чуть сетку не порвал. То есть, мотивация преобладает где-то над мастерством. И успокоить их, моя была задача, все время возвращать к установке, что в принципе сегодня нам удалось. Мы, конечно, расстроены тем, что вчера мы проиграли и потеряли шансы на выход в Суперлигу. Но я благодарен команде и болельщикам, что сегодня все пришли, болельщики нас поддержать. А команда собралась. И вроде бы уже ниже пятого места мы не опустимся. Но они сегодня показали свой мужской характер. Это команда Красноярск, у которой все шансы есть. И как бы у нее задача с начала сезона стояла, чтобы выйти в Суперлигу. Вчера досадно проиграли. Сегодня уже у нас турнирная таблица меньше степени сейчас волнует. Просто мы хотели последнюю игру для болельщиков закончить на позитивной ноте. В Суперлигу уже не пробраться. Но установка на оставшиеся игры по-прежнему только победа. Соперник «Нефтяника» по 22-му заключительному туру – Уфимский «Урал-2». На сегодня это все. Смотрите наши сюжеты и на сайте orininform.ru. До встречи ровно через неделю в программе «Оренбургский спорт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова